Приветствую всех! Мы находимся в нашем установочном центре ПК-Авто. Сегодня у нас Skoda Octavia A7. Хорошо. Сюда было установлено магнитол на Android с краном 10 дюймов. Сейчас включу подсветочку, чтобы экран потише был. И камера заднего вида. С чего начнем, Вова? Да, и с камеры. Переключаем в реверс. Видим изображение с камеры заднего вида и видим то, что отображаются парктроники. Соответственно работает передний парктроник и отображается задний, когда там будут препятствия. Парковочные линии поворачиваются при повороте руля. Камера стоит наша самая широкоугольная, показывает практически весь бланкер. Очень удобно. Выключаем реверс. Штатный мультируль работает. Громче-тише, вперед-назад. Громкость прибавляется здесь и она же отображается на приборной панели. На приборной также отображается какая сейчас радиостанция. Не знаю, мне кажется, это немножко подправлен автомобиль, что приборка отображает. Но тем не менее, штатные функции работают. Отображается температура за бортом 19 градусов, она синхронизируется с приборкой. Также присутствуют настройки штатных функций. Тип автомобиля, статус, все настройки, режимы движения, эко, обычный. Если в вашем автомобиле это предусмотрено функция, то у вас будет работа. Ну, соответственно, в топовой октаве, где там подсветка дверей, это тоже будет. Рекуперации энергии здесь нету. Статус автомобиля. У нас кнопка старт-стоп, настройка датчиков давления в шинах. Можно сделать. С помощью данных вождения. Также есть данные о вождении. Расход топлива. Долгосрочный, кратковременный. Это все дело синхронизируется с приборкой. Все показывает и работает. На огромной экране мы видим Яндекс.Навигатор. Что за зеленые точки? Какие-то заправки. Последняя версия Яндекс.Навигатора. Сейчас, наверное, симка клиента стоит, поэтому не ловит. Ну да, очень плохо ловит. Ну, мы находимся в подземелье. Тогда, значит, так покажем. В бардачке у нас есть слот под сим-карту, запасной USB. У нас присутствует штатный USB. Поддержка CarPlay. Сейчас включим. Кстати, многие клиенты спрашивают, как работает с Android-телефоном. С Android-телефоном у нас работает громкая связь, как обычно. Android Auto, я не знаю, у нас, к сожалению, нет Android-ного телефона для проверки. Apple CarPlay работает. Можно пользоваться серией, подкасты, слушать музыку. Что у нас на Spotify? Всякие такие. Прикольный музык. Да, по звучанию. Звучание здесь великолепное. Штатный звук вообще в вагах. Прекрасно поддерживается нашей магнитолой. Очень сочный бас. И присутствует DSP-эквалайзер. У нас даже... О, уже что-то настраивали, да? Короче говоря, даже в режиме плоский, то есть по умолчанию, прекрасно звучит. Сочный бас, высокий, средний. Все это настраивается. Есть режим звуковых задержек. Объемное звучание. Очень прикольно работает. В реальном времени меняется. Оп, мне пришло сообщение. Потому что у нас что? У нас работает CarPlay. Ой, ну, надо было рассказать, чтобы прочитала. Ну, ладно. Со следующим сообщением. Нет. Ну, CarPlay, то есть у нас работает вообще прям нативно по заводу, назовем это так, да? То есть мы пользуемся функциями, хлоп, пришло сообщение, можно прочитать. Мы разговаривали про DSP-процессор. Огромный эквалайзер, многополосный. Три экрана по многополос. Но, опять же, даже в режиме флэт, ровном, вполне всех устраивает. Jazz, Pop Rock, к вашему вниманию. Тон компенсация. Можно сделать смарт-бас. Для тех, кто использует сабвуфер, тоже все это дело работает прекрасно. Далее. Что мы хотели еще показать? Ну, в принципе, мы очень много показали, показав, что все работает, да? Работает у нас, присутствует Bluetooth громкая связь. Уже телефон клиента подключен, мы не будем вообще никому звонить. Соответственно, без проблем. Онлайн-ТВ, Play Market. Все, что вам захочется, все работает. И поддерживается. Обращайтесь в наш установочный центр. Данное оборудование в наличии. Ставьте лайки к этому видео. И всех с наступившим Новым Годом. Ха-ха-ха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова